Всем привет! Спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала на ютубе. И сегодня я хочу поговорить об уходе за сухой и чувствительной кожей. Этот тип кожи один из самых сложных с точки зрения ухода. У меня очень сухой тип кожи. Испробовав массу просто разных средств, я хочу поделиться с вами своими находками, которые действительно помогли мне справиться с проблемой шелушения, истягивания кожи и обезвоживания. Сегодня я расскажу вам о самых своих любимых средствах по уходу за сухой, чувствительной кожей, а также кожей, склонной к сухости. Если вам интересно, оставайтесь. Сухому типу кожи нужен особенный уход. На второй план уходят крема и тоники, у которых в составе есть спирт или другие подсушивающие вещества. Также не забывайте, что часто сухая кожа является чувствительной кожей. То есть она не переносит отдушек, красителей, всяких консервантов и так далее. Поэтому нужно быть особенно внимательным к выбору крема для лица. Вот это средство я не могла просто не купить. Мало того, что это увлажняющее молочко для детей, так оно еще называется Аленка. Это молочко для детей с маслом зародышей пшеницы, которое отлично увлажняет кожу, снимает воспаление, а также питает кожу. Состав очень приятный. Единственное, что там есть консерванты и немножко отдушек. Но так как это детское средство, оно является самым нежным для кожи, поэтому вредных веществ в нем минимум. Это моя уже, наверное, четвертая баночка. Мне очень полюбилось это средство. Оно имеет очень легкую текстуру молочка, запах ненавязчивый, довольно приятный и легкий. Это молочко впитывается просто мгновенно. То есть фактически до полного впитывания кожи проходит всего несколько секунд. Кожа становится напитанной, увлажненной. Всем рекомендую начинать именно с этого средства, потому что оно в моей коллекции самое легкое. Дальше у меня идут тяжелая артиллерия. Это жирная крема. Первый крем в моей коллекции это крем Ивроше серии Гидроведжитал. Я взяла с линейки Ивроше самый увлажняющий крем. Он имеет очень плотную консистенцию. Запах абсолютно стандартный. Я бы не сказала, что супер такой приятный. Но в принципе вполне может быть. Крем очень плотный и жирный по своей текстуре. Я люблю наносить этот крем только на ночь. И то как бы в качестве питательной маски во время сна. На утро, когда вы умываетесь, вы еще ощущаете вот эту вот пленку на лице. Честно говоря, мне не очень приятно стоять утром и как-то пробовать это все оттереть. Эта пленка уходит где-то после умывания так шестого в лучшем случае. Этот крем оставляет ощущение липкости. Он не очень приятно сидеть на лице. Он слишком жирный. Он практически не впитывается. Пробовала наносить с тоненьким слоем. Пробовала наносить только на сухие участки. Но он мне тяжеловат. Может этот крем будет самое то в моем зимнем уходе. Следующий крем мне привезли из Болгарии, друзья, в подарок. Йогурт-крем Болгарии Пробиотик Фейс Крем. В составе есть натуральное масло розы. Этот крем очень приятно пахнет. Он очень плотный и жирный. Лучше наносить его в один тоненький слой. По текстуре этот крем больше похож на крем для рук. С ним нужно не переборщить. Очень аккуратно. Сразу же после нанесения есть небольшая липкость. Но к утру она как-то сама с собой уходит. Или этот крем полностью впитывается. То есть на утро ощущение довольно комфортное. Единственное, запах хоть и очень-очень приятный. И пахнет, я бы не сказала, что йогурт. Там скорее какой-то душиста роза действительно. Я человек, который очень чувствительный к запаху. Поэтому сильные запахи меня немножко отпугивают. Поэтому я этот крем чередую с другим кремом без запаха. Для того, чтобы он не приедался. Следующий крем моей коллекции для входа за сухим типом кожи. Это новинка. Это крем, который называется физиогель. Он продается в аптеке. Отличительной чертой этого крема является то, что он приспособлен именно для сухой и чувствительной кожи. Не содержит в себе красителей и отдушек. Он не содержит эмульгаторов, консервантов и парабенов. Этот крем можно использовать с первых дней жизни. Он более легкий, он поприятнее наносится. Конечно же у него нет запаха. И по консистенции во время нанесения он больше похож на гель, чем на крем. Впитывается он довольно быстро. Конечно не быстрее, чем этот. Ощущения на утро довольно двойственные. Опять же после умывания остается эта пленка, которую нужно смыть прежде чем двигаться дальше к макияжу. Но увлажняет крем очень хорошо. Иногда я наношу на сухие участки его в два слоя. Например, у меня первым делом после умывания сохнет лоб, сохнет носогубная складка, поэтому там я усиливаю двойным нанесением крема. Я им пользуюсь уже около недели. Мне нравится, что у него абсолютно нет запаха. Он хорошо воспринимается кожей. Даже в меру того, что он очень жирный, он отлично впитывается кожу, впитает ее и восстанавливает во время сна. Единственный минус это то, что он остается на утро и он ощутим. Иногда простого молочка и крема недостаточно. Уход за сухой кожей это очень тяжелое занятие, поэтому для особо сухих участков кожи я использую средства, которые имеют структуру твердого масла. У меня это вот таких два крема. Первый это косметическое масло для рук, в составе которого только натуральное масло. Текстура очень густая, мазеобразная. Он имеет очень характерный выраженный запах. Здесь написано, что можно использовать его не только для рук, но и на лицо. Поэтому иногда я увлажняю свою кожу, там где видны шелушения, с помощью этого крема. Но не на все лицо, конечно же, только на проблемные участки. Второй крем это крем, который я сделала сама. Это крем наподобие известного всему миру, увлажняющего крема Egyptian Magic. Видео о том, как его сделать в домашних условиях, вы можете посмотреть у меня на канале. Я вам оставлю обязательно ссылку. Посмотрите, здесь ничего нет сложного. Эта вещь мне очень нравится. Она мне нравится больше, чем предыдущее масло, которое я вам показывала. Почему? У него не такой выраженный запах. И я знаю, что в составе только натуральные компоненты. Если у вас сухая кожа, пейте побольше воды. Это поможет, поверьте. И, конечно же, девочки, думайте о зиме заранее. Присматривайтесь к кремам. Пробуйте. Не забывайте, к крему нужно время впитаться. Не ложитесь только что нанесенным слоем крема спать. Дайте ему минут 20, чтобы впитаться. Это касается выхода на улицу. Особенно, когда морозная погода. Любите себя. Ухаживайте за собой. И вы увидите результат. Спасибо большое за просмотр. Если вам понравилось это видео, или было вам хоть немножечко полезным, пожалуйста, поставьте лайк внизу под видео. Мне будет очень приятно. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, чтобы увидеть еще больше интересных видео. Всех целую. И всем пока. Пока.